В прямом эфире репортера новости в студии Ксения Жарова. Здравствуйте. Сегодня днем полиция вручила подозрение активисту Сергею Стерненко. Его обвиняют сразу по двум статьям. Соучастие в преступлении и организации сбыта наркотических средств. В эти минуты Киевский районный суд избирает меру пресечения для Сергея Стерненко. Там сейчас находится корреспондент репортера Юлиан Аксенов. Юлиан, как проходит судебное заседание? Возле Киевского районного суда, где сейчас избирают меру пресечения Сергея Стерненко. Его защита начала заседание с того, что попросило время, чтобы ознакомиться с материалами дела, мотивировав это тем, что с двух часов они находились в отделе полиции и физически ознакомиться с материалами у них просто не было времени. Судя удовлетворил такое ходатайство и дал им 20 минут. Однако после этого адвокаты все же заявили, что ознакомиться с материалами дела, которые составлены на 80 страницах за 20 минут не представляется возможным. И заявили судье отвод, так как заподозрили его в предвзятом отношении. В данный момент у нас пауза. Суд разыскивает судью, который может рассмотреть данное заявление и вынести соответствующее решение. Оно продолжится с минуты на минуту. Мы остаемся на месте и следим за развитием событий. Студия. Спасибо, Юлиан. На прямом включении с репортером был Юлиан Аксенов, который рассказал нам, как обстоят дела в Киевском райсуде, где избирается мера пресечения Сергея Стерненко. Сегодня с утра дома на Шкодовой горе начали подключать к отоплению. В пресс-службе мэрии сообщили, что сотрудники КП теплоснабжения города Одессы начали проводить пусконаладочные работы, которые, по словам специалистов, могут продлиться от двух до семи дней. Дома на Шкодовой горе отапливались от ведомственной котельной, входящей в состав имущественного комплекса Одесского НПЗ. Летом 2017 года завод стал собственностью государства, в связи с чем работа котельной была заблокирована. На прошлой неделе жители Шкодовой горы, добиваясь включения отопления, несколько дней блокировали дорогу на Сухой порт. Война за стройщиком на Среднефонтанской 30-1 переросла в конфликт между соседями. Жители первого этажа не могут попасть в квартиры, потому что им продали жилье без дверей. Поэтому строители сегодня прорубили проем в стене, однако никаких разрешений на эти действия не предоставили. Жители дома вышли протестовать, боятся, что из-за незаконных работ дом может рухнуть. Полина Корюк далее. Сегодняшний конфликт начался с блокировки неизвестными входа в подъезд. Я подъехал к собственному дому и пытался зайти в подъезд. Там стояли молодчики, где-то человек пять, наверное, и, вернее так, три стояли снаружи, которые не пускали собственников зайти в подъезд для того, чтобы просто даже на лифте подняться домой. И двое были внутри, которые держали эту дверь. А там происходил демонтаж. То есть, ну, слышно было, как гремели кувалды и разбивали в стену. Застройщик стал дом в эксплуатации еще в 2014-м. Людям пообещал, на первом этаже будут магазины, а также офисы с отдельным выходом. Сейчас же на первом этаже появилось несколько уже проданных квартир. В одну из них хозяйка должна попадать через соседнюю квартиру. Сегодня неизвестные люди, представившись строителями, выломали часть стены для того, чтобы сделать проход жителям первого этажа через основную парадную. Кто им дал такое задание? Почему? Возможно, эта стена не несущая. Никакого разрешения отгазка тоже не было получено. Получается, теперь мы живем и боимся в страхе. Возможно, наш дом теснет и рухнет. Это тоже непредсказуемо. Кроме того, строительные работы проводятся и в подвале. Там уже прорубили несколько окон в фундаменте, а также сделали еще один проход. Из-за этого уже часть дома начинает проседать. Крещина. И вот он висит. Вот это вот идет. Прорисает. Жители дома говорят, это не первая попытка разрушения стены. Виновником этого всего считают некоего Константина Дединистова, который в 2015 году баллокировался в Одесский горсовет. Его здесь видели неоднократно. Он якобы угрожал местным жильцам. Неделю тому назад была у нас тоже полиция. Была первая попытка прорубить двери, но они начали долбить, не предупредили, что это аварийное, что. И когда он подошел сюда и потребовали документы, прораб сказал, Владимир Васильевич сказал прораб, кстати, я могу номер телефона его дать вам. Он сказал, что, мол, у меня есть документы. И начал показывать. Полиции документы. А подошел вот этот Константин Григорьевич, подошел и говорит, что ребята, если вы не согласитесь, чтобы мы прорубили двери, я вас подожгу. Вот это были его слова. По жалобам жителей на место прибыл инспектор Каска и осмотрел территорию на предмет незаконных строительных работ. Я увидел, что начаты работы по реконструкции со строительством пристройки. По вопросу законности проведения работ пока ничего не могу сказать, так как строителей на месте нет, у полномоченных лиц тоже. Мы вопрос возьмем на контроль, проверим по реестру единому выданных разрешений. Есть какие-то документы, нет. Ну и будем принимать меры для проведения внеплановой проверки. Законны ли строительные работы в ближайшее время проверят архитектурно-строительная инспекция. Полина Корюк, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». В Подольске на севере Одесской области парадоксальная ситуация сложилась вокруг склепа могилы Григория Котовского. Исторический памятник буквально разваливается на глазах, но местная власть не может ни отремонтировать его, ни захоронить останки революционера по христианским обычаям. В чем загвоздка? Смотрите далее. Григорий Котовский для одних – герой гражданской войны и бессарабский Робин Гуд, а для других – бандит и подавитель народных восстаний. После смерти тело Котовского было забальзамировано и помещено в Мавзолей, в центре современного Подольска. До наших дней сохранился лишь склеп с гробом. Внутри склепа сырость. Дверь висит на честном слове. Снаружи разваливается надмогильная плита. Трещины пошли по обелиску. В 2015-м местные власти выделили деньги на капитальный ремонт сооружение, но одновременно с этим вступил в силу закон о декоммунизации. Григорий Котовский попадает под действием закона о декоммунизации как революционер. Однако в этом самом законе не сказано ни слова о таких объектах, как склеп-могила. В Подольске теперь не знают, то ли оставить мемориал как есть, то ли придать останки земле. За разъяснениями местные чиновники обратились в Минкульт. Дело в том, что склеп Котовского входит в госреестр недвиженных памятников истории. И, соответственно, с ним ничего нельзя сделать. Если будет ответ, что он не снимается с реестра, мы принимаем заходы и ремонтируем. Если будет ответ, что он снимается с реестра, мы сможем его демонтировать, перезахоронить останки Григория Котовского на одном из наших местных кладовищ. Переписку с Министерством культуры местная власть ведет уже два года. Но конкретного ответа так и нет. Министерство то обещает изучить вопрос на экспертной комиссии, то пускает чиновников собирать документы по второму кругу. Что будет с останками Григория Котовского, пока непонятно. Судя по всему, либо в Киеве нет времени уделить внимание этому вопросу, либо просто там не хотят брать на себя политическую ответственность за его решение. Юлиан Аксенов, Анастасия Кричко, телеканал «Репортер». Историки предлагают снести памятники Екатерине на Екатерининской площади. Участники круглого стола в Институте истории Украины связывают монумент с пропагандой пророссийскими политическими силами, идеей так называемого «русского мира». По результатам собрания было принято решение предложить Одесскому горсовету выполнить судебные решения о неправомерности установки памятника. Ранее Приморский суд отменил два решения горсовета, на основании которых была реставрирована Екатерининская площадь. Суд решил, что воссоздание памятника основателям Одессы было проведено не на законных основаниях, а памятник потемкинцам имеет общегосударственное значение. Чтобы получить разрешение на любые действия с ним, нужно было обращаться не в Министерство культуры, а в Кабмин. Празднование новогодних праздников в Одессе стартует 19 декабря. Тогда же на Думской площади появится главная елка города. А вдоль Дерибасовской улицы все деревья уже украсили белыми светодиодными лампами. К 19 числу на центральной улице нашего города мы устанавливаем самую большую елку. Конечно же, это очередной год, мы уже устанавливаем эту елку не впервые, но сегодня в этот раз мы решили действительно сделать что-то новое. Эта елка, она конструктивная, в ней будет около 400 живых деревьев, будут опять же красочные гирлянды, новогоднее убранство. В течение двух недель в городе пройдут различные выставки и ярмарки. У Дюка будет расположен пряничный городок. Однако главный праздник состоится традиционно 31 декабря возле мэрии. Также будут разыгрываться призы и подарки. Ну и, конечно же, нас ожидает потрясающий фейерверк, как обычно, салют. Конечно же, нас ожидают очень интересные концертные номера и заявленные гости, коллективы, которые будут радовать всех нас, Серега и Аббат Ребют, и, конечно же, дискотека. В течение зимних каникул для маленьких одесситов подготовят новогодние спектакли. Праздничные гуляния охватят и льготную категорию детей. Профильный департамент ожидает, что на празднование Нового года в Одессу приедет около 30 тысяч туристов. Праздник света и огней на Приморском бульваре возле памятника Дюку еврейская община Одессы отметила праздник Ханука. Сам праздник в память о чуде, произошедшем более двух тысяч лет назад. Александр Вейсман продолжит. Сам светильник, он же Ханукия, состоит из восьми свечек и является главным символом праздника Ханука, который евреи отмечают в память о победе над греческими идолопоклонниками в III веке до н.э. Тогда же, отвоевав религиозную независимость, еврейские священнослужители вернулись в храм, однако не обнаружили необходимое для возобновления службы неоскверненное оливковое масло, кроме мизерной порции, которой должно было хватить максимум на один день. Однако, произошло чудо, и масло горело восемь дней. За этот срок сумели приготовить новое масло, и служба в храме не была нарушена. В память о чуде и был установлен праздник. Количество дней и определило число свечей в светильнике. Сегодня зажгли первую из них. Мы сегодня празднуем этот праздник. В первую очередь мы показываем себя и наши дети, и все вокруг нас. Нет тьма, которая мешает, которая может мешать нам жить. В каждом из нас есть маленькая свеча, которая может победить в любое время. Надо понять и осознать, это урок для нас и урок для всех народов. Любое темно можно отогнать с помощью маленькой свечки. Это первый урок, который этот праздник нам дает. Второй урок важнейший. То, что ты сделал сегодня хорошую вещь, это хорошо для сегодня. Мы сегодня зажигаем одна свеча. Завтра мы зажигаем два, потому что сегодняшняя хорошая работа, завтра она уже недостаточна. Через день-два тоже будет плохо, надо будет зажигать три. Это урок тоже для каждого ребенка в школе, для каждой мамы на кухне, или папы на работу, или наоборот, папа на кухне и мама на работу. Я думаю, что еврейскому народу есть много чего рассказать, как преодолевать трудности. Но одно я знаю точно, что легче преодолевать, когда мы все вместе. Я искренне поздравляю вас с праздником. Ханукальный светильник пробудет на Приморском бульваре вплоть до завершения праздника 20 декабря. Александр Ветьман, Наталья Довбыш, телеканал Репортер. Нужны теплые подстилки, корм и хозяева для питомцев. В приюте Ковчег живут свыше 300 собак. Сотрудники приюта особенно переживают за судьбу подопечных и за надвигающихся холодов. А еще здесь надеются, что желающих забрать хвостатых домой станет больше. Ведь следующий год – год собаки. В гостях у символа предстоящего Нового года побывала Анна Городенцева. Это трио отличается от других. Чистокровных баллонок сюда принесли недавно. Бывший хозяин поставил сотрудникам приюта ультиматум. Баллонок привезли в двух сумках. Сказали, не возьмете, вот здесь выброшу. По соседству белый алабай. Есть еще терьер. Но все же большинство, а это свыше 300 собак, чистокровные дворняги. Подбрасывают и щенков. Пришли на работу, оно сидит под дверями. Кто-то привез, бросит. И часто так приносит сюда щенков? Постоянно. Котят, щенков, взрослых собак. Прямо на поводочке оставляют. Кого в коробочке. Не задумываясь, есть куда, некуда. Ждут здесь любой помощи. В том числе корм, крупы, теплые подстилки. Им надо крупа, корм сухой, какие-то обрезочки мясные, подстилки, чтобы можно было зимой им стелить. Медикаменты. В приюте напоминают, следующий год – год собаки. А значит, новый четырехлапый питомец – лучший подарок. Анна Городенцева, Анастасия Кричко, телеканал «Репортер». В Одессе начался трехдневный семинар в рамках проекта «Усиленный ответ на эпидемию ВИЧ-инфекции и туберкулеза». Социальные службы, медучреждения, различные социальные организации, а также представители городских департаментов собрались вместе для построения эффективных партнерских отношений, чтобы начать борьбу с опасными болезнями. Главной целью, по словам участников, является построение стратегии, которая выведет Одессу из перечня городов-лидеров Украины по распространению ВИЧ-инфекции. Целью мероприятия является выработка стратегии города по вопросам ВИЧ, туберкулеза, противодействия наркомании, а также проведение профилактических мер и постройки здорового образа жизни одесситов. Сегодня, завтра и послезавтра на протяжении трех дней представители полиции, пенитационные службы, как я говорю, социальные работники, дектора, депутаты будут вырабатывать стратегию, где мы должны четко прописать, где чья роль, как либо чиновника, либо депутата, либо общественной организации, чтобы мы смогли нарисовать целую концепцию. Проект сейчас реализовывается в городе Одессе, и он запланирован на три года. И в рамках плана этого проекта было запланировано вот такое мероприятие – сбор всех партнеров, которые на уровне города Одессы работают по теме ВИЧ, туберкулез и наркомания. Лучший среди младших детский футбольный клуб «Олимп» стал чемпионом города по футболу. Все матчи проходили на учебно-спортивной базе в Отраде. Команда чемпионов представляла Одесскую юрокадемию. С победителями пообщался Дмитрий Богомолов. Победа в чемпионате среди 8-9-летних футболистов может стать началом большой карьеры в игре миллионов. Воспитанники детского футбольного клуба «Олимп» победили в открытом первенстве с «Дюшор Черноморец» среди детей 2008-2009 годов рождения. Потому уже понимают цену командной работы. Я играю левого защитника в команде, хоть я и правша. С меня начинается иногда атака, я раздаю пасы многим игрокам нападающим, благодаря которым забивают голы. Со мной в защите еще играет Юра, правым защитником. Я иногда отдаю пасы в ротарю, а потом начинаю там либо пасы даю, либо обматываю. Я поддерживал всегда Арсений. Он всегда открывался на флангах, я ему давал пасы. А когда ему не получалось, я помогал, делал сейфы. В турнире принимали участие 12 команд из города и области. Матчи проходили с сентября по ноябрь на базе «Черноморца» в Отраде. Лучшим бомбардиром «Олимпа» стал Даня Мельник. Но юный Галеодор понимает, что успех бы не пришел без помощи партнеров. Я бы не был лучшим бомбардиром, если бы не мои товарищи по команде. Дима, Юра, Леша, Тимур и все остальные. Я бы не был лучшим бомбардиром. Мы очень стремились к этому. Мы слушались нашего тренера, потому что он верил в нас. И он нас упорно тренировал для этого. Мы очень старались, чтобы выиграть этот чемпионат. Может быть, у вас есть какое-то секретное оружие? Раскрой карту. У нас есть лучший бомбардир – это Даня. Потому что он самый техничный в нашей команде. И он может обмотать всех, кого хочет. И он у нас больше всего забил голов. И из-за этого мы ему очень благодарны. Детский футбольный клуб «Олимп» уже много лет тренируется на базе Одесской юрокадемии. И с гордостью представляет вуз на всеукраинских соревнованиях. «Команде «Олимп», которая тренируется на базе Академии юридической, я передаю привет. Мы впервые заняли первое место. Привет и поздравления от Сьи Васильевича Кивалова. Кроме этого, комплекции формы вам новой и мячи для зальных тренировок». «Команда сыграла на хорошем уровне, показала действительно результат. Хотелось бы приурочить в первую очередь национальному университету, так как национальному университету Одесской юридической академии 20 лет. Хотелось бы это чемпионство приурочить этому, так как мы там базируемся. И выразить, конечно, благодарность Сергею Васильевичу Кивалову за те условия, которые он нам создал». Награждение участников прошло в музее футбола. У каждого одесского ребенка есть возможность бесплатно посетить экспозицию. «Эти мероприятия мы специально проводим, согласовываем это с тренерами, для того, чтобы у ребят были какие-то воспоминания, у ребят были какие-то эмоции, какой-то задел наперед заниматься этим видом спорта. И эти моменты они будут вспоминать на свою жизнь, что они в таком-то возрасте были там-то, там-то. А можете себе представить, когда он уже борется с зрелым футболистом и придет опять же снова здесь и будет опять же продолжать историю, и опять же будем продолжать его историю, и он будет вспоминать о тех минутах». Дмитрий Богомолов, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. Счастливо! Продолжение следует...